Продолжаем наш разговор об аутизме, возможно, как синдром 21 века, синдром информационной перегрузки. Факт тот, что все больше детей, все больше взрослых диагностируется с различными формами расстройств аутистического спектра. Об этом рассуждает в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко Артур Валерьевич Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета. Извините, что так долго, но вот у человека такая должность. Артур Хаустов. Очень важно ребенка заранее, до начала учебного процесса, ввести в ту среду, в которой он будет учиться, для того, чтобы кабинет был ему знаком, чтобы кабинеты разных специалистов ему были знакомы. И чтобы он хотел сюда прийти повторно, нужно, конечно, создать определенные условия. Конечно, очень важна структура, если мы говорим о детях с аутизмом, потому что они не вполне считывают все, что происходит вокруг них. Если мы хотим построить с ними образовательный процесс, он должен быть очень четко структурирован. В том числе с визуальными расписаниями, для того, чтобы ребенок знал, что с ним будет происходить в конкретный каждый следующий определенный момент. Очень важна система, например, подкреплений, поощрений. Любому ребенку приятно, например, когда его похвалят. Это касается абсолютно нормально развивающихся детей. Но в данном случае мы говорим о усиленной системе подкрепления. Для этого создаются специальные, например, списки тому, что нравится ребенку. И когда он успешно выполнил какое-то учебное задание, он получает в качестве вознаграждения то, что ему действительно нравится. И достаточно большое количество приемов и специально создающихся условий, чтобы дети почувствовали себя комфортно и успешно. На самом деле мы понимаем, что далеко не все выпускники 9-11 классов будут в полной мере адаптированы. Ведь эта адаптация во взрослом возрасте обозначает, что ребенок начал жить самостоятельно. Мы не имеем в виду возраст 17 лет, я имею в виду более взрослый, конечно. Взрослый уже человек с аутизмом начинает самостоятельно жить. Он сначала учится, например, он может учиться в ВУЗе, он может дальше найти работу. К сожалению, достаточно невеликий, небольшой процент взрослеющих ребят с аутизмом, которые могут все это делать самостоятельно. И даже если они поступают в ВУЗы и заканчивают высшие учебные заведения, то в значительной степени, когда они выпускаются, им очень трудно найти себе работу. И также далеко не все, конечно, заводят семьи. Сейчас, когда мы отмечаем 25 лет, а это происходит именно в этом году, мы можем отсмотреть наших выпускников и можем увидеть все сложности, которые у них возникают во взрослой жизни. И, конечно, очень небольшой процент, я сейчас затрудняюсь сказать, сколько конкретно, ребят, которые могут быть настолько самостоятельны. Однако сейчас в России все больше говорят о системе сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства. Эта система еще совсем не развита, она еще совсем не система, сейчас только ранние-ранние зачатки. И, конечно, мы видим, что важно, чтобы система социальной защиты обеспечивала вот эти вот возможности и сопровождаемого проживания, и сопровождаемого трудоустройства. На данный момент это как отдельные фрагменты, отдельные проекты, отдельных чаще всего некоммерческих организаций, реже государственных, которые организуют вот такого рода работу. Она, конечно, не масштабна, а точечна по всей России. Ну и мы, конечно, стремимся к тому, чтобы ситуация изменилась. И когда мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы ребенок во взрослой жизни уже был успешен, конечно, первое это наличие у него самого профессиональных навыков. То есть чем раньше мы выявим особенности ребенка и его склонности к какому-то виду деятельности, тем лучше. Например, ребята бывают очень хорошие программисты из среды, ребят с аутизмом. Это бывают прекрасные музыканты, которые научаются играть двумя руками, никогда этому не учащись специально. И вот эти предпосылки важно вовремя увидеть достаточно рано, для того, чтобы ребенка целенаправленно готовить к какой-то профессиональной деятельности. Второе, это, конечно, подготовка ребенка к социальному взаимодействию. Ведь взрослеющие ребята очень часто к нам обращаются и задают вопрос, а вот как мы хотим пойти на работу, как нам наладить взаимодействие, например, с коллегами. И у них у самих есть, у взрослеющих, этот запрос. И здесь важно проводить тренинги по социальному взаимодействию и коммуникации на рабочем месте. Очень важно, чтобы были тьютеры, которые сопровождают человека, если мы говорим о сопровождаемом трудоустройстве. То есть, фактически, это как такой адаптер человека с аутизмом к работодателю и, наоборот, работодателя к человеку с аутизмом. И, конечно, этот человек должен быть в курсе проблем и знать, как правильно выстраивать этот процесс.